Знаете, есть такая хорошая поговорка, она современная, звучит следующим образом Весна покажет, кто где нас... в смысле, кто где нагадил Так вот, нынешняя весна, весна 2020, стала чем-то вроде олицетворения этой поговорки Кризис, пандемия, режим самоизоляции Мы все оказались в очень непростом положении Причем, когда я говорю все, я имею в виду именно всех Так вот, данный форс-мажор послужил своеобразной лакмусовой бумажкой Показав, кто и чего стоит на самом деле Так, наконец, поняли, что простые граждане в нашей стране не очень большая ценность А еще мы увидели, что чиновники и политики в ряде случаев Даже в условиях опасности неблагоприятного исхода для целой страны Которую они на публике очень любят называть великой Короче, даже в условиях угрозы краха этой великой страны Паразиты продолжают набивать собственные карманы Ну вот, к слову, фотографии из Новороссийска Они уже наделали много шуму в соцсетях На местном пляже Нептум Специалисты в защитных костюмах Со специализированным оборудованием ходят вдоль моря И, по всей видимости, дезинфицируют гальку Супер! Более идиотской схемы воровства придумать невозможно Это даже круче, чем замена бордюров в Москве в разгар эпидемии Новороссийские власти, впрочем, уже поспешили прокомментировать эту историю Сообщив, вы, мол, все неправильно Поняли, ребята просто отрабатывают какие-то там навыки У них тренировка была, фотограф не разобрался И это выглядело еще более по-идиотски Слушайте, ну какие навыки в данном случае можно отрабатывать? Ходить по улицам с брызгалкой и распылять дезинфицирующий раствор Это какая-то невероятно сложная процедура Тут особые навыки необходимы без тренировок никак Редко позволяют себе эмоции, но в данной ситуации вот чинуша из Новороссийска Мало того, что воришки, так еще и глупые воришки У них на случай прокола даже легенды нормальной придумано не было Какую-то чушь прогнали Ладно, начинаем Дорогие друзья, я не часто это делаю Но в данный момент мне, наверное, и не хочется оставаться равнодушным Предысторией послужило недавнее знакомство с одной женщиной Которая возглавляет общественную организацию «Солнечные дети» Есть особые дети, дети с синдромом Дауна Кто-то их считает инвалидами, но факт остается фактом Они уже есть, их огромное количество А вот что делать с такими детьми? Как их правильно воспитывать? Какие шаги необходимо предпринимать? Родители зачастую не знают Этим людям помогают те, кто сами прошли через нечто подобное Методом проб и ошибок Придумали и внедрили нужные методики Каждый год рождается вот сейчас Около 30 детей Когда организация только появилась Это была цифра около 60 То есть, получается, больше 40 детей оставались в детском доме И только 15 10 детей оставались в семьях Вот с ними мы начали заниматься Самое первое, с чего мы начали Это ранняя помощь То есть делились опытом Наши иностранные коллеги Мы смотрели маленькие ступеньки Были такие пособия В данный момент благотворительная организация Солнечные дети Испытывает определенные финансовые трудности Нужны новые помещения Появились дополнительные расходы По части программ прекратилось финансирование Со стороны государства Виной тому кризис В том числе Никого ни к чему не призываю Но если сможем помочь Давайте это сделаем Реквизиты организации внизу Ну а у нас тем временем Теперь уже на самом деле Остро Стал вопрос Хоть о какой-то поддержке граждан В эти непростые времена Оно и понятно Полтора месяца люди находятся В подвешенном состоянии Им не дают ходить на работу То есть люди остались Без средств к существованию Накопления У кого они вообще были Не просто заканчиваются Закончились Есть две стадии отсутствия денег Первая денег нет Вторая денег нет совсем Две недели назад Подавляющее большинство наших граждан Находились на стадии номер один Сегодня все Для них настал момент истины При этом верховный главнокомандующий От которого ждут Хоть каких-то действенных решений Снова Несет пургу из разряда Печенеги и половцы В этот раз, например Владимир Владимирович Затянул песню о долгах 90-х Которые мешали развиваться Российской экономике Да и продолжают По всей видимости Впрочем, я, если честно Никакой конкретики От великого кормчего И не ждал Все как обычно Хочу сказать о другом Меня начали радовать Его халуи Что до недавнего времени Хотя бы пытались Сделать вид Будь то бы держат марку И которых, вероятно В кремлевской администрации Держали про запас На случай Если народ окончательно Перестанет верить Дежурным Петрушкам Славьевым Киселевым Скобеевым Симоньян Равно как и СМИ Которые эти ребята Представляют Так вот О халуях Законсервированных Я сейчас говорю О псевдо-независимом Эхе Москвы О псевдо-оппозиционном Экс-кандидате Против всех На выборах 2018 Ксении Собчак На минувшей неделе В эфире Эхо Состоялись дебаты Представители Несистемной оппозиции Конкретней команды Навального Любови Соболь И собственно Ксении Анатольевны Не стану сейчас Те дебаты Разбирать Поскольку На мой взгляд Затея полностью провалилась Ни одна из участниц Даже не соизволила К дебатам Как следует Подготовиться Сведя все В конечном итоге К простому Бабьему визгу Но фрагмент Того эпичного эфира Все-таки покажу Зачем Хочу продемонстрировать Новую позицию режима Как я понимаю По поводу помощи Всем нам Внимание Когда Навального Спрашивают Что и Сечину 20 тысяч Он говорит Да и Сечину Зачем Сечину 20 тысяч Зачем мне 20 тысяч Или Любови Соболь Я считаю Что эти деньги Должны раздаваться Тем кто сегодня Нищенствует И сидит вообще Без копейки По категориям Тем кому эти деньги Нужны И лучше им Раздавать По 40 тысяч По 50 тысяч Классно же На самом деле Не все так радужно Потому что Вот она Та самая Отправная точка В которой Можно закрутить Карусель Для мошенников И вороватых чинуш Сейчас расскажу Подробнее Это реальная Журналистика Поехали А теперь Представьте себе Такого нуждающегося Это простой человек Он не склонен К анализу Но зато Ему присуща Обычная Людская Жадность Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ категориям, тем, кому эти деньги нужны, и лучше им раздавать по 40 тысяч, по 50 тысяч. Ну, а теперь вернемся в суровую действительность. Как оно будет? Если будет многодетная мамашка, которой вроде бы положено, да она вспотеет. Справки собирать и доказывать, что ей что-то положено. Особенно сейчас, когда все везде закрыто. А ты безработный, да? Когда тебя уволили месяц назад, и трудовая книжка все еще на бывшей работе лежит, как собираешься обосновывать, что ты остался без работы в кризис? Сколько времени на это угробишь? Или самозанятые? Многие из вас зарегистрированы как самозанятые. Тоже мимо, да? Зато чиновник какой-нибудь жуликоватый под эту лавочку с легкостью состряпает зиц контору задним числом. А кажется, что контора эта заботится о бедных старичках и старушках, коих там пара-тройка тысяч насчитывается. Старички и старушки, к слову, об этом даже могут не знать. В итоге жулик получит причитающуюся старичкам денюжку. Это только одна из схем, что лежит на поверхности. Я такие схемы могу бесконечно расписывать. Поэтому друзья, ну не ведитесь вы на сладкие росказни об адресной помощи. Единственный вариант не украсть это действительно. Направить деньги всем без исключения, даже Миллеру и Сечину. Все остальные предложения не про вас. Я представлюсь, я Сергей Копчук. Я почти 15 лет провел в Великобритании из-за сфабрикованного в России обвинения. Но я ничего не украл и не вывез из страны, поэтому я смог вернуться на родину. И сегодня я создал публичное обращение к Борису Джонсону, премьер-министру Великобритании, которое звучит конфискованные лондонские капиталы чиновников России и СНГ направить на борьбу с пандемией. Кстати, действительно интересную идею человек озвучил, на мой взгляд. Я эту историю даже хочу вытащить в прямой эфир в обозримом будущем. Речь вот о чем. Сегодня за границей, в частности, в Великобритании, арестовываются счета российских чиновников, не только российских, впрочем, но именно чиновников. И если люди не могут объяснить происхождение денег, в данный момент Лондоном уже арестовано порядка 400 миллиардов коррумпированных рублей. Понятно, что лежит в разных банках намного больше. Так вот, что предлагают эти люди, такие как Копчук? Поскольку деньги считаются украденными у российских налогоплательщиков, они просят Бориса Джонсона направить эти деньги на борьбу с пандемией в нашей стране. Они сейчас нам нужны, потому что, ну а дальше, понятно, последует какая-то реакция со всеми вытекающими. Наверное, надо будет озвучить фамилии людей, чьи счета арестовали. Потребовать от этих людей объяснений, потребовать от властей России реакции на произошедшее. Кстати, положительные примеры уже есть. Я могу сказать, что вообще это нонсенс. И, по сути, в России, ну, можно сказать так, скорее антиэлита, чем элита. Потому что вы можете себе представить, чтобы элита Израиля хранила свои деньги в Тегеране. Наверное, нет. И первыми ласточками, в кавычках, скажем так, известные кейсы, которые в Британии сегодня на слуху, это Дорига Назарбаева и Замира Хаджиева. Вы знаете, я считаю, что это даже хорошо. Хорошо, что хотя бы иностранцы начали бороться с российскими коррупционерами. Мы как-то самостоятельно с этим вопросом не справляемся. Хорошо, что задан такой тренд, когда жуликам и уорам однажды попросту будет некуда прятать награбленное. Ну, разве что в огороде закопать, как в советские времена подпульные миллионеры делали? Понятно, что пропагандисты сейчас поднимут овои о русофобии. Польются ушатой грязи и вранья. Но я серьезно этого парня поддерживаю. И там не один он, я так понимаю. Целая группа бизнесменов выступила с данной инициативой. Ссылку на их петицию на имя Бориса Джонсона оставлю на своей страничке в Ютьюбе в описании. Ну и мы обязательно вернемся к этой теме еще не раз. Эфир, к сожалению, не резиновый. А на сегодня не все. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на мой Ютьюб-канал. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.